Напиток Coca-Cola был придуман в Атланте, штат Джорджия, США, 8 мая 1886 года фармацевтом Джоном Ститом Пембертоном, бывшим офицером Американской армии Конфедерации. Есть легенда, что его придумал фермер, который продал свой рецепт Джону Ститу за 250 доллар, о чем Джон Стит якобы сказал в одном из своих интервью. Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, который также, владея каллиграфией, написал слова Чачачола фигурными буквами, до сих пор являющимися логотипами напитка. Coca-Cola за 5 центов. Рекламный плакат Coca-Cola периода 1890-1900 годов. 6,5 унциевая бутылка, придуманная в 1915 году. Завод разлива Чачачола. 8 января 1941 года, Монреаль, Канада. Основные ингредиенты Coca-Cola были таковы. Три части листьев коки, из этих же листьев в 1859 году Альберт Неман выделил особый компонент, наркотик, и назвал его кокаином, на одну часть орехов тропического дерева колы. Получившийся напиток был запатентован как лекарственное средство от расстройств нервной системы, источник не указан 535 дней, и начал продаваться через автомат в крупнейшей городской аптеке Джекоба в Атланте. Пимбертон также утверждал, что Coca-Cola исцеляет от импотенции и что на нее можно перейти тем, кто пристрастился к морфию. К морфию был неравнодушен и сам Пимбертон. В то время кокаин не являлся запрещенным веществом, и о его вреде для здоровья не было известно. К примеру, в повести «Знак 4» Артура Конан Дойля, Шерлок Холмс употреблял кокаин в минуту бездействия, так тягосно переносимое им. Поэтому кокаин свободно продавался, и его часто добавляли для удовольствия и тонуса в напитки взамен спирта, Coca-Cola в этом не была новинкой. Сначала напиток ежедневно покупали в среднем лишь 9 человек. Выручка с продаж в течение первого года составила всего 50 долларов. На производство кока-колы было затрачено 70 долларов, то есть в первый год напиток был убыточным. Но постепенно популярность кока-колы возрастала, и прибыли от ее продажи тоже. В 1888 году Пимбертон продал права на выпуск напитка. В 1892 году бизнесмен Айса Грик Скендлер, обладавший правами на кока-колу, основал компанию Тича Чачола Чампаны, которая занимается производством напитка и поныне. С 1894 года кока-кола продавалась в бутылках. В 1902 году с оборотом в 120 тысяч долларов кока-кола стала самым известным напитком в США. Продолжение следует... Продолжение следует...